Когда городу понадобилась помощь, Севастополец не остался в стороне. Он самостоятельно, не дожидаясь заказа от властей, решил производить бетонные укрытия для последующей установки на улицах города-героя. Для этого потребовались чертежи. Их предприниматель попросил у коллег из приграничного Белгорода, где конструкции уже давно установлены в необходимом количестве. Я являюсь специалистом в этой области в плане производства железобетонных изделий. Не мог остаться просто безучастным, потому что это достаточно редкая сейчас специальность и профессия. В четверг Михаил Владимирович опубликовал, что 600 штук будет установлено. Это было в июне месяце. В пятницу я связался с товарищами в Белгороде, ЖБК-1, собственник директор, попросил у них помощи в плане чертежей и возможности поставки в город-героя Севастополь. И чертежами мне помогли. А по изделиям стали мы загружены четыре завода на ближайшие четыре месяца, до ноября месяца. Изготавливать части конструкции и собирать укрытия Севастополец стал на своем предприятии. Предварительно немного переработал чертежи, чтобы увеличить площадь изделия на один квадратный метр. Так спастись от попадания осколков в одном помещении смогут на 2-4 человека больше. Это сборный железобетонный каркас, коробка, бетон Б-30, F-2-200, W-8, армированная двумя сетками из 12-й арматуры. Эти укрытия в Белгородской области прошли натурные испытания. Люди подошли серьезно. Рядом взрывались, я предполагаю, гранаты, взрывы гранатомета, осколочные, боевая часть ракет, которыми наносят удары по Севастополю. Первое такое укрытие около трех недель назад мужчина установил около остановки у пляжа Учкуевка. Второе появилось на площади Нахимова после попытки ракетной атаки на Севастополь 2 августа. И у предпринимателя есть возможность поставить производство бетонных конструкций на поток. Я бы с удовольствием установил укрытие. С этим вопросом я выходил в правительство, отправлял коммерческие предложения. 2 августа, июля. Описывал ситуацию, описывал, что могу выйти на производственные мощности. И со 2 августа, условно, в течение 45 дней я готов был бы изготовить 300 штук. Изготовить, собрать, окрасить, смонтировать на объектах, где укажет правительство. Какая ответа? К сожалению, ответа я не получил. Я поэтому изготовил самостоятельно, потому что в бюрократию такой сложной ситуации некогда вникать, разбираться. Вы посмотрите, я фразой Владимира Владимировича Путина, мне кажется, описал все. Мы готовы принять любой вызов времени и победить. Севастопольцы – это те люди, которые всегда были на острее атаки. В данный момент мы там же находимся. В правительстве Севастополя тоже сообщили об установке бетонных укрытий. В конце прошлой недели они появились в Учкуевке, ближе к прибрежной полосе. Тогда же губернатор пообещал, что укрытиями в ближайшее время обеспечат популярные среди туристов места. В их числе Динопарк, Парк Победы и Парк имени Анны Ахматовой. Но на утро понедельника, 5 августа, бетонных укрытий там не было. Однако на пляже в Парке Победы мы заметили предупреждение о том, что до установки сооружений находиться в этом месте небезопасно. Отдыхающие реагируют на ситуацию по-разному. Дело в том, что укрытия нужны во всех местах, где есть скопление людей. Поэтому пляж относится к такой же категории, соответственно, и место располагает. Сделать дополнительное укрытие, конечно, обязательно. Я вам скажу, мы сегодня ночью возвращались в Санапа, ездили к детям и ехали по трассе Таврида. Я видел огромное количество машин, которые едут в сторону, включая даже город Севастополь. Поэтому вопрос страшный, наверное, к русским людям не относится. Слушай, но укрытия всё равно нужны. Однозначно нужны. Тем более обстановка такая. Вот когда закончатся, тогда и разберут. А так, в принципе, нужны. Слушайте, прилететь можно где угодно, упасть можно где угодно. Поэтому на всё воля божит. Решение устанавливать бетонные укрытия в Севастополе было принято после теракта на пляже Учкуевка. Всего их должно появиться около 600. Тогда губернатор Михаил Развожаев анонсировал сооружение первых укрытий в течение двух-трёх недель, чего не произошло. Сейчас сообщается, что начиная с 5 августа еженедельно в городе будут возводить не менее 30 сооружений. Ну что делать? Всё время страшно, страшно. Вот Учкуевка, что было. Я там был лично. Видел это. Это плохо. Надо. Но как, не знаю. Власти должны работать.